В Оренбурге теперь есть мемориальная доска памяти героя России Александра Прохоренко. Там, где он надел еще курсантские погоны, на черном камне портрет старшего лейтенанта, годы жизни и слова о подвиге в Сирии. В марте офицер, наводивший удары нашей авиации при освобождении Пальмиры, оказался в окружении боевиков и вызвал огонь на себя. В стенах, где начинал учиться Александр Прохоренко, сейчас Оренбургское президентское кадетское училище. Воспитанники, конечно, тоже отдали почести герою, которому на веки осталось 25 лет. А во Франции сегодня еще одна семья решила передать фамильные награды родственникам Александра Прохоренко. Это супруги Флок, отец главы семейства, в годы Второй мировой заменил убитого в бою командира и был отмечен орденом почетного легиона. В семье российского офицера уже есть другие французские награды. И еще одно свидетельство того, насколько отозвался в сердцах подвиг офицера. Портрет Александра Прохоренко в колонии бессмертного полка. Эта фотография сделана 9 мая в Москве. Портрет Александр Прохоренко в колонии бессмертного полка.